Так, друзья, всем привет! Вот приехали мои земляки из Богодухова по поросят, по свинку на племя породы дюрок И что я хочу сказать Вот они брали кабанчика, когда ты брал? 1.04 1.04 кабанчика брал на племя Потом в другом месте купил белых свинок F1 тоже на племя под этого кабанчика И сейчас хочу брать свинку породы дюрок на племя Чтобы у него был и трехпородный гибрид на выходе, на продажу поросятка и для себя И так же само для реализации на будущее чистый дюрок Тоже на племя для продажи поросятами Ну и для себя оставлять То есть получается, человек и с нуля и начал потихоньку подкупать чтобы развить свиноводство дома чтобы заработать дома Что ты скажешь людям? Чего ты так решил? Да кто значит так решил? Куда подсказал, что надо заниматься Надо в месте сидеть не надо Да, у него там трошки земли своей и решил на свиноводстве заработать То есть держать свиноматок потом в будущем держать вот корм продавать и настроить реализацию Начал интересоваться Начал шукать в ютубе Найшов Стаса Созвонился Приехал Купил Ну и приехал еще раз Наверное не просто так, правильно? Ну да У него получается Как звать кабанчика? Гриша У него Гриша уже здоровый Да Оцей Гриша Будет крить его F1 свинок А свиноматка тоже Чтобы была для дюрків То есть Для чистого дюрка Для чистого дюрка То есть Весь Богодуховский район Вам рекламируют заранее Предварительно Кто будет брать чистых дюрків В поисках чистого дюрка Если это хорошо Да Или поросят Трехпородный гибрид Опять же Одного Гриша Дюрка Да Тоже у него поросята Будут на продажу Да Воно не сразу Со временем Но все равно В Богодухове Тоже наши водолазские гени Наша генетика Дюрковская Вот так, друзья Что ты еще людям скажешь? Что, чтобы не сидели на местах Не ждали Пока будет вода Так ты под лежачем И не потечет Надо что-нибудь пробовать Ну, конечно У кого зарплата хорошая У кого достаток есть А когда семья И понимаешь Что одной зарплаты не хватает То надо двигаться Хоть куда-нибудь Приготовили Вони такий ящичок Показай А что показывали? Показай Показай Отакий ящичок Приготовили В нем уже Гриша Приехал отсюда Реходин У него ехали Да И вот это Приехали По дюрчишку Да И я вам что хочу сказать Друзья Кто будет куплять Парися чистых дюрків И на будущее Он как будет продавать Может кто там будет Пытать откуда Свинки Откуда Свиноматки Оце видео Подтверждаю Что он у меня бере Бо много Кто уже под мою марку Начал торговать Я сейчас решил Кто бере на племя дюрків Всех снимаю Показываю Чтобы видео Сохранялось На канале Как доказательство Что он у меня брал Бо там есть Продают дюрків Уже с білими мордами Кажут Что это водолаги Поэтому Ось конкретно Человека Яку я рекомендую Для всех Богодуховского района Так и Полтава едет Не Ну люби Да Ну просто Что на будущее Тоже Он строит Сейчас Загончики Новые Работает Станки Да Для пороса Начало Есть Сам Работает Сам Станки Ну то есть Людина Занимается Вот как я Начал С нуля Не столь Спасибо Куму Спасибо Дяди Сачи Дружбану Кума Спасибо Помогли Работали Конечно Молодцы Работали На Отдачу Да Бесплатно Подтвердил Ну вот Друг другу Помогают Молодцы Что Будем брать Свинку Конечно Видали На племя Ждите Давай я дам Два Гвоздя Гвоздями Пришпилить А вот А тут Придавить Придавить Все Сейчас Два Гвоздя И Сейчас Два Гвоздя И Молодцы Гвоздя 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 Богодуховская Братва Гвоздя 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 Все Гвоздя Будем смотреть, точно знаю, что одна покрыта дырком, точно знаю, не знаю, кто, или Анфиса, или Киевлянка, а другая или дырком, или Яршина. Ну, опять же, про Поросе узнаем. Поэтому свинка у нас на днях будет проситься, надо ей полностью перегонять станок. Станки были не готовы, станки только давил до ума, и вот хочу поставить два станка, поставить два станка и перегонять их немедленно. Только что перетягивал двух дырков, те, что у меня на откорм, братья Саня Новикова, брал он на Берна. Саня Новику у меня брал, получается, кабанчика дырка, вот это его два брата кастрированих, его кабанчика, два брата я скастрировал собі на откорм. Я их только что перенес, еле перенес и перегнал туда, загнав в сарай Ефок. Так, покажу вам сейчас. Это я кукурузу подсушую, трошки, так, как мне показалось, что сыроватая, я ее подсушую и пропущу. Или через крупорушку, а знакомый говорит, давай на гранулятор кинем быстро и заберешь гранулировану кукурузу. Знакомый занимается серьезным бролером, поэтому там гранулятор у него такой, не детский, не такой, как вы дивитесь на каналах, вот эти грануляторы, против детский мир. Там серьезный, профессиональный гранулятор, работает от трактора. И по кукурузе я просто не знаю, или просто передробить, отдать на откорм, то и все, или пропустить через гранулятор. Кто там знает, как будет лучше, то подскажите. Так, по станкам. Станки для опроса. Это удлиненная версия. Мы сделали ее длиннее, почти 2,40. Корыто, корыто я сделал из ресивера. Обычный ресивер, то есть вдоль ресивер и пополам. Одна четвертая ресивера. Кормушка вот такого типа. И вот так, чтобы засыпать вот сюда. Шмих я засыпал, оно туда упало. Потому что когда свинья тут и засыпать сюда практически нереально. Вот так. И вот это у меня сейчас задача, их поставить, занести туда, поставить, за анкеры, закрепить и перегонять туда Петренев. Тут у нас только что такой хай был. Все так кричали, что это просто. Как запустили новое поголовье сюда, попереворачивали, ну тут было что-то с чем-то. А эти тоже кричать. Вот, друзья, два дюрочка. Это Брауна Берна Братя, без яичек. Ну, все, что для откорма. Так, что вы понимаете, что пить надо? Они у меня на корыте были. Ну, с корыта воду пили. А, ну, давай. Я им чуть-чуть опустил поилку. А, ну. А, да, нормально. Сейчас пойму, что надо. И эти два кабанчика хай будут тут. Это чуть-чуть меньше. А то чуть меньше. Я думаю, на Новый Год будет то, что надо. А так, я им воду пока сделал. Сюда кран. И все, не пьют воду. И наши эфочки. Наконец-то мне их привезли, друзья. Ух ты, шогани, шогани. Шогалы. Получается, взял я четыре штучки. Как мне объяснили. Тут, получается, не 50 на 50. Ёршир и Вандрас. Ну, или крупно-белый Вандрас. А 75 на 25. То есть, 75 Ёршира и 25 Вандраса. Я так понял. Если я не ошибаюсь, я так понял в процентном соотношении. Что мне сказали, если ты хочешь, чтобы у тебя на выходе был ИФ-1, ну, то есть у них уже поросята, крыть надо Вандрасом для дальнейшего воспроизведения эфок. Ну, а если гибриды трехпородные на откорм, то дай хоть Макстером, хоть Петреном, хоть Дюрком, чем хочешь. Крыть и будет хороший трехпородный гибрид. Значит, что я заметил. Ну, если честно, во-первых, я таких длинных поросят еще не бачу. Вот им там в районе трех месяцев, вот этим вот. Месяца три. И длина у них, друзья, ну, сейчас уже, наверное, ну, вот, как свинка стоит, наверное, больше метра. То есть они, получается, трошки, как рахитики, дегенератики. Ну, сильно длинные. У меня Петрен длинный, дюрки длинные. Ну, это вообще, такого еще я просто не бачил. В три месяца длина больше метра, я просто в шоке. Вони, получается, мордочки коротенькие, какие-то такие странные трошки. Морди короткие, сами по себе длинные. И бирки у двух, получается, я раздевился желтым цветом, а у двух зеленым цветом. И на бирках не цифры, а буквы. Также, кроме бирок, у каждой свинки уши намечены. Уши откушены. И бирки у двух ушах. Насколько я понял, что при рождении самых свинок, при рождении, или при отъеме, ну, то есть в маленьком возрасте, их сначала, когда они отбирают, намечают сами уши. Откушают уши, намечают. Вот, в каждой ухо откушены. Вон, буквы какие-то в каждой бирке. Не цифры, а буквы. Сначала откушают уши. То есть намечают. Потом при отъеме бирка. И еще, не знаю, для какой цели, еще ставится бирка. Они тут, буквально, ну, не знаю, минут сорок, наверное. Я сюда никого не отпускал, я их сюда сбой не перегнал. Вот они все попереворачивали тут у меня. Сбой не перегнал и этих перенес. Думаю, сразу тоже, чтобы пока киперш, все-вси киперш підняли на весь сирать. И пришлось так. Ну, вот дюрок. Дюрок тоже длинный, но не такой он длинный. Дюрки длинные, но не такие длинные. Петрен у меня хряк длинный, но не такие длинные, друзья. Я, если честно, я вам скажу честно, я, ну, бачил разных свинок, бачил там F1, то есть Йоркшир и Ландрас. Ну, такой длины я еще не бачил. Ну, я понимаю и знаю, что для свиноматки, что самое главное, это длина. Вот, смотрите, ну, это вообще маленькая порося, а какая длина? Что оно такое длинное? Вот, смотрите, какая длина в свинке. На ногах они не низкие, на ногах они обычные, высокие, длинные. И, кажется, худые, а худые, кажется, из-за того, что длинные. Весом у них, ну, вес, ну, не знаю, килограмм 50-60. Друзья, где я брал F1? F1 я брал, я за них заплатил еще, ну, не знаю, месяца 2-2,5 назад проплатил их. И это все время ждал. Привезли мне их из комплекса. Комплекс там, откуда мне привезли. Их там официально никто не продает. Поэтому не спрашивайте, где брал, чтобы купить соби свинку. Там их не продают. Это сделали мне там через определенные договора. Друг друга брат Сват. Юра Фермагро непосредственно задействованный в этом. И меня долго ждал, привезли из комплекса. То есть на комплекс был завоз свинок, молодняка вот такого. И мне сделали 4 штучки. Зачем я их взял? Ну, во-первых, я себе взял, чтобы были у меня хорошие поросята. Трехпородный гибрид продавать на откорм, ну, всех, кто у меня бере поросят. И, во-вторых, я взял, чтобы, допустим, в будущем их вкрыть вандрасом. И продавать так же само чистых F1, только маленькими поросятами. Ну, как я продаю там месяц и неделя продаю поросят. Вот таких и продавать я их. Кому надо будет свинок на откорм, на племя. То есть уже каждый желающий человек может взять за обычную цену, за цену поросята и киевку. Я думаю, кто понимает, то и понимает, про что я говорю. Ну, и первая цель – это на поросят, на хороший трехпородный гибрид. Почему у меня нет ни одного? Вот вы скажете, Стас, а что в тебе? Кантори, Петрени. Ну, допустим, смотрите. Далеко не будем ходить. Чистий дюрок. Чистий, вообще чистый. Трехпородный гибрид. Петрен дюрок, йоркшир. Все, трехпородный – это уже кинец. Это финал, это поросята на откорм. Идем дальше. Свиня. Петрен дюрок, поросята от дюрка. То есть так и остается двухпородный гибрид. Ну, то есть это самое F1, только Петрен дюрок. Идем дальше. Киевская генетика перекрита моим хряком. Свинка. И покрыть ее широм. Гляньте на поросят. Ну, красавцы. Им сколько там? Чуть больше недели. Берем сюда. Свинка. Петрен дюрок, поросята от дюрка. Ну, то есть тоже кантор. Я придерживаюсь однозначно, чтобы у меня были какие-то нормальные породистые свиньи. Дворовые, непонятные происхождения. Ну, я не знаю, я не осуждаю никого из вас. Ну, просто хочу сказать, что я, как бы, все дальше и дальше от всяких дворовых. Потому что я знаю, если у меня нормальный дюрок, Петрен, и будут в будущем хорошие свиноматки, вот я стал свиноматок. Это все я пробую, какие будут свиноматки. Все показали себе с хорошей стороны. То есть у меня будет чистый кантор. Кантор не какой-то там дядя Вася сказал, что это был кантор, я купил там поросят и так дальше. Никто же не знает происхождение на самом деле. А я знаю, у меня вот есть свинка, ихня мама, перекрыта моим хряком чистым Петреном. Вот я и получаю кантор. А то есть там у меня кантор, а где? Да ну там сказали, что Рыженька, что она тоже кантор. Поэтому в такие игры, угадай мелодию, я играть не хочу. И решил серьезно сделать ударение, чтобы у меня все было по голове племянное. И так же вы хотите спросить, сколько ты отдавал за поросят. Отдавал я за них, друзья, недешево, дорого. Ну Юра Фермагрос сегодня мне сказал, ты ціну никому не скажи. Зачем оно кому надо, там все равно не продают. Зачем оно людям не надо. Ты для себя купил, что тебе кому-то там рассказывать, покажи, как выглядит свинка F1, каже, и на этом все. Ну так и сделают, цену сказать не буду, друзья. Воно никому не надо, я ж купил не кому-то из вас, а для себя. Собина свиноматок. Зачем кому-то рассказывать цену и так дальше, тому подобное. Ну а так. Вот такие у нас свинюшки. Да? Ну вот, я ж кажу, какие-то они необычные. Сроки, як сходи. Ну шо вы? Дегенератики. Знать, вони длинные. Я не знаю, камера передає или нет, но длина у них зашкаля. Я сегодня им взял воду, воду вот так, бжик, и сюда, и все. Вода у них. Она ботает поїлки, проверил, почистил, ничего не тече. И так само этим тоже. Чуть-чуть опустил, они достают, и все нормально. И я взял какашок, яких сюда переводил, кину им сюда. Начали ходить наверх. Ну я думаю, туда я буду сыпать, есть, и они будут все-таки ходить сюда. Вот таки у нас стрессовый сегодня день. Что у меня повсталось по тим-сым сараям, сейчас покажу. Сараи надо убирать уже. Часть пшеницы, вот за мешками, я мешками сделал перегородку. Часть пшеницы, хочу оце все быстро перебить. И поставить сюда, или вот сюда, мою новую крупоружку, охоту здоровую, что я купил, сделать ящик, и сюда все время сделать пшеницу. Сейчас вам покажу, что у меня осталось для перегона. Ой, а где каштан? Вот, у меня каштан длинный, он очень длинный. Ну, F-ки длиннее него будут. Ну, насчет F-ок я уже подивился, я понял, что Маша у меня длинная, хорошая свиноматка. Она тоже такая, типа, швейцхландрас, великобила, может, и трехпородный гибрид, я точно не знаю, но она не такая длинная. Я же Машу знаю маленькую. Хорошая свиноматка, вопросов не мало. Так, вот этот сарай, Машу тоже туда в новый сарай надо перегнать, каким-то образом. И этот сарай будем демонтировать. Ну, то уже, друзья, по демонтажу этого сарая, по реконструкции, то уже совсем другая история. Как я люблю сказать, и так же дивимся сюда. Тут тоже начинаем реконструкцию. Тут у меня были дюрки, я все позабирал, все клетки у меня эти свободные. Все надо подмачивать водой, повимивать, все покрасить, перекрасить, все подоваривать, попереваривать. Вот у меня две дюрчики. Одна покрита чистым патреном. Моим хреком, вот эта. Та покрита и скоро поросится в сентябре, и дюрком. Я этих двух хочу тоже перегнать. Но каким образом, я не знаю, я уже пробовал вот эту вот перегонять, я бігал за ней пів дня. И гладив, и едой, и что тільки не делал, вона доходит буквально до бойни, и все, тупо назад бежит, сюда назад клетку. Значит у меня получается поставалися в этих старых сараях вот эти две свинки и Машка. Вот их надо тоже перегнать туда, в родильный зал, в рододеление, в родилку. Сарай для свиноматок, наверное, так. И начинаем цей сарай тоже перемивать. Чаще прутики подаварю, да у меня остатки остались. Вот тут чаще прутики, вот тут чаще прутики. Ну да и не хватает, что поросята может пробегать. И тоже, это будет у меня чисто сарай для отъема поросят. Вот у меня будет там, допустим, ну там есть сейчас 4 пороса, 4 выводки. Вот я их посажу, к примеру, по 4 клеткам. Приедут люди, забрал, а потом следующий. Ну примерно там, или собі остали. Ну, то есть для порося ты надорачиваешь. Я сюда проведу воду, поубираю эти все корыта, и будет чисто для маленьких порося. Вот так. Так что, вот такие у нас дела. Ну, мне Андрей сказал, Андрей Резник сказал, что Стас, как надо буду вот этих двух перегнать, но они, как бы, не маленькие. То выворкать, а ты за хвост. И в двух будем тянуть. Ну, с Андреем, я думаю, я переведу. А сам, или с женой, или с сыном, то я навряд ли переведу. Поэтому вот так. Так, друзья, и насчет, насчет крупоружки. Як перебиває моя крупоружка. Перебиває вона, сейчас покажу, як. Тут, а с цей треш, это тройка. Ну, я Балаков з Игорком, Игорек Желтєводе, привет. Він точно такую крупоружку купив. Ну, тоже ж в этого человека, що я, мы йому по почте отправили. Купив точно такую крупоружку, каже, крупно б'є. Ну, він вообще мукой кормить. И вот я хочу показать вам, чтобы вы мне сказали, крупно б'є, вот, или не крупно б'є. Ну, я б не сказал, грубо говоря. Игорь, а ну подивись, а ты, вот тебе, ну, та шелуха перебита. Полу мука. Ну, есть крупинки, ну, грубо говоря, такие, как на манке. Я не думаю, що надо ще мільше б'ять. Ну, а щас, якщо б так, допустим, якщо так мене устрою, вот так, як воно щас єть, то я, я крупоружкою доволен. Доволен, потому що в мене, ну, дома тільки 250 вольт, тому, ну, мені і хвата з головою. Б'є дуже быстро, не успеваю ставити мішки. Тобто, ну, для мене це быстро. В кого на 380, конечно, він сміється з мене. Так же, друзія, ой, жарко. Так же, друзія, я ще, помимо той пшениці, уже видео не снімав, от них моїх зерноотходів. Я так же купив, получается, чисту пшеницу, горох, ячмень, ячмень-отходи. І ще шо брали? А, і кукурузу. Кукурузу прошло годню. Дороже 4-х нічого не брав. От горох. У мене він не одна бочка. Тут бочка, там 3 бочки, там 2 бочки. І ще там є в одному вагоні, тоже в мешках. Горох. Так же взяв пшеницю. Це моя пшениця. Отходи, оці зерноотходи, що я брав по 4 з привозом. Я їй щас зроблю, даю. Ну, а це, от. Ячмень, горох, пшениця, горох, горох. Короче, ось таке. І ще там в іншому місці є. Тому у мене, получается, щас є ячменя нормально, гороха нормально, пшениці дуже багато. Ну, більше 20 тонн пшениці. Встави з раціону є. Кормити не хочу. А кормити ніколи. Я щас оставлю. Получається, у мене 8 одмашки поросят на откорм я поставлю. І 2 дюрка. 10 штук щас на откорм. І потім там в сентябрі, в октябрі буде опороз. Кантори теж все поставлю на откорм. І так по чуть-чуть, по 10 штук. Кажді 2-3 місяця буду ставити по 10 штук. Кормов в цьому году у мене более, чем достаточно. Кормов, не знаю, у мене так ще не було. Багато набрав кормов. Іменно по сезону. І ще раз повторю, що дороже 4 гривень я нічого не брав. Дороже 4 гривень вообще нічого не брав. Дешевле брав. Ну, не буду казати, скільки дешевле. Дороже 4 гривень нічого не брав. Ось так перебиває пшеницу. Ну, що, крупно. Вообще. Ось так ячмень. Ячмень перебив. Ой. Ё-моё. Це я с феноматком намішаю. Тут все вместе. Ячмень перебив отдельно, пшеницю. Я це все хочу переїхати туда, в той вагон. І тут тоже, от эту крупорушку, сделать здоровий ящик вокруг неї. І дробить все в ящик. На дроби зграв пів тонну тонну. І даю там, скільки це там, в реміня. Неделю, дві. Потім ще так само. Короче, так. Все, друзі. Я іду, щас монтирую видео, і вам викидую. Все. Всем пока. Субтитрувальниця Оля Шор. Продолжение следует...